Добрый вечер! Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире телеканала Видное ТВ программа «Все грани мяча». За прошедшую неделю состоялись матчи Лиги Чемпионов, Лиги Европы, определились финалисты. Ну и еще одна, я бы сказал, может быть самая значимая деталь произошла в российском футболе. Спартак официально, не только де-факто, но и де-юре, теперь же точно стал чемпионом России. Ура, товарищи! Ура, товарищи! Как бы вы ни хотели, как бы вы ни сидели, а Спартак чемпион. Кирилл, ну скажи, бальзам на сердце, да, грузинское вино, да, сердце успокоилось, валидол больше не потребуется. Расскажи о своих эмоциях. 16 лет ты ждал этого момента. Как он пришел в твою первую секунду? Первые 10 лет было особенно сложно. Да, а потом началось строительство Москва-Сити, да? Да, потом как-то полегче было, вот там многих дети родились, в школу пошли, и тому подобные события случились. Я был в Грузии, в замечательном городе Тбилиси, я вернулся с экскурсии в Лозанскую долину и узнал, что «Зенит» нежданно, негадно проиграл к «Тереку». Я высочил на проспект Шатару Ставэль, стал бегать, искать людей, которым не все равно на «Спартак», потому что там есть свои клубы, есть свой футбол, но нашел. В Тбилиси тоже отмечали, праздновали люди, ходили с флагами, я нашел небольшую компанию, там, из 5-6 человек, и мы под грузинское вино это замечательно отметили. Немножко жаль было, что я не был в Москве, я потом, разумеется, пересмотрел все видео, как и Глушаков приехал к гладиатору, да, на стадион, и как люди выходили. Хотелось немножко это разделить, но ничего, это не главное. Главное, что «Спартак» наконец-то осуществил мечту миллионов людей. Осуществилась мечта Никиты Павловича Симоньяна, который говорил, ребята, хочу дожить. Дожить до чемпионства, да. Да, дожить хочу. Никит Павлович, дожили, но не умирайте, вы нам очень нужны, вы сейчас символы нашего клуба. Но это то, что касаемо эмоций. Было, на моей памяти, один раз такое, что «Спартак» тоже, благодаря поражению какому-то клубу, стал чемпионом. Так, в принципе, обычно все это происходило в официальном матче, так или иначе. Вот скажи, пожалуйста, все предполагали, по крайней мере, да, или многие предполагали, что у «Спартака» достаточно будет слабая, скажем так, концовка будет слабая, да. Там будет «Томи», там будет «Арсенал», да, календарь, да, календарь. И никто не ожидал, конечно, ни от ЦСКА, и уж тем более от «Зенита», о том, что они провалятся и «Спартак» за три тура оформит чемпионство. То есть не получилось ли такого, что вроде бы все ожидали, вот сейчас такой... Ну, матч с «Амкаром» все ожидали. Все ожидали матч с «Амкаром», там собирались становиться чемпионами. Это известно, да, все были на это готовы. Поэтому это неожиданно прозвучало. Никто же не думал, что «Терик» обыграет «Зенит». Ну, никто не думал. Я даже, у меня была возможность, я за матчем не следил. Я уж когда приехал, включил телевизор, меня как током ударило. Я так, а все, ребят, а все, а чемпионы уже. И как-то, да. И, ну, это проблемы «Зенита», еще раз говорю, на всех пабликах, в соцсетях все готовились к «Амкару». Люди туда брали билеты, собирались и ехать, там стоять. И оформлять там чемпионство. Да, 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 да. К этому были заряжены. Ну, тем ребятам, которые поехали в Перми, в «Амкар», мне кажется, даже еще просто приятнее было уже смотреть, как играет чемпион. Там они вычхали на поле, там ворот немножко порвали. Это не страшно, ворота. Хочу обратиться к нашим телезрителям. Телефоны вы видите на своих экранах. Звоните, поделитесь, по крайней мере, спартаковские болельщики, поделитесь положительными эмоциями. Ну, а болельщики других команд, может быть, у них свои эмоции. Сергей, у тебя тоже положительные эмоции, потому что «Динамо», то же самое, «Де Юре», уже оформила выход в Премьер-лигу, чемпионство в Первой лиге. И плюс еще Панченко получил золотой мяч, как лучший бомбардир Фенейла. Еще тур будет, конечно. У нас как раз будет принципиальный матч в последнем туре с Тюменью. Там тоже лидируют. Не лидируют, на 23 мяча забил, не помню, Манукьян, кажется, фамилия. Но тот забил 12 мячей с пенальти, а Панченко 23 с игры, один с пенальти. 24 мяча, и вот у них будет такое противостояние. Хотя матч практически ничего не решает, Тюмень уже не вылетает, «Динамо» остается так и так на первом месте, но все же. Можно твои эмоции сравнить с эмоциями Кирилла? Конечно, нет. Но вы тоже чемпионы. Понимаешь, если уж говорить про «Динамо», то в 1976 году, когда «Динамо» последний раз был чемпионом, то многие не родились здесь. Это в 1876. Не в 1876. А, в 900. 900. Валяк Кирилла. Не, не, просто я для уточнения нашим телезрителям. Так что я не знаю, что со мной бы было, если бы «Динамо» стала чемпионом после такого перерыва. Но, как мы видим, в Европе тоже «Фейн Орд» 18 лет не был, стал чемпионом. И хочу заметить, что, допустим, в Англии Челси стал чемпионом. Челси же в прошлом году провалил. Он занял какое место, не помню, там, Костя, не напомню. Восьмой, девятый. Где-то восьмой, да? Он не попал даже, мне кажется, в Еврокубки. И за счет этого, что все клубы играли в Еврокубках, до сих пор играют, не, не играют уже. Ну, практически играли до последнего. Манчестер играет в сих пор. Да, нет, но многие, я говорю, я не про один клуб говорю, что многие клубы, которые с верхней части таблицы участвовали в Еврокубках, Челси был, играл спокойно, у них же как в Англии, там, практически ничего не переносится, идет спокойно. Тур за туром, так же и в России, «Спартак» был освобожден, может, сам освободил себя, можно сказать, да. И спокойно «Спартак», когда клубы, как ЦСКА, допустим, «Зенит» участвовали в Еврокубках, «Ростов» тот же, да. И я думаю, «Спартакой» помогло, потому что более ритмичный был календарь для него, более спокойный, я мог готовиться от матча к матчу, никаких… Вот я тебя в кое-времена спрашиваю про «Динамо», а ты все опять про «Спартак». Что-то понесло меня, извини, извини. Не, ну рад, конечно, ну как, кубок сломали, конечно, ну… Ну, как я бы рад сломали. Но все будет, ничего страшного. Не, ну, ты понимаешь, Олег, как сказал Шунин, говорит, ну хоть что-то, говорит, за последнее время выиграли, за последний год. Согласен. Евгений, до прошлого тура, не, подожди, до прошлого тура вполне все болельщики ЦСКА могли говорить, ну да, «Спартак» скорее всего чемпион, но пока чемпион ЦСКА. После этого тура ЦСКА сложил свои полномочия, теперь у нас ЦСКА не чемпион, но претендует на Лига чемпионская… Олег, я тебе хочу сказать… Расскажи ты теперь о своих эмоциях, «Спартак», ты слышишь, за 16 лет впервые «Спартак» чемпион. Твои эмоции? Какими эмоциями могут быть, когда это заклятые враги становятся чемпионами России? Даня, на самом деле я поздравляю болельщиков «Спартака», они, наверное, все-таки 16 лет они ждали победы и дождались ее, мы тоже долго ждали с 91-го года и в 2003-м, да, мы стали чемпионами, тоже долгое время не становились чемпионами, поэтому я поздравляю их, ну а нам сейчас занимать второе место и играть в Лиге чемпионов, да. Тем более ЦСКА очень нужно, это второе место, потому что финансовый «Зенит» более стабильный, а у ЦСКА сейчас проблемы, мы знаем, что со стадионом… Но хочу тебе согласись, команды, которые играют в Лиге чемпионов, все-таки посолиднее, чем в Лиге Европы, и у ЦСКА есть больше, если по игровой практике брать… Кто ставит задачи выиграть Лигу Европы? Не ставит, кто знает… Кто знает, но хотя бы игровой мотивация, да, она будет более существенная в Лиге Европы, чем в Лиге чемпионов? В Лиге Европы у ЦСКА нет мотивации играть, только Лиге чемпионов. Ну это под деньги, да, конечно. По игре вы достойны, я думаю, что ЦСКА достойнее, конечно, чем «Зенит». Согласен, согласен. По «Спартаку» чемпионство, «Динамо» чемпионы, вы обладатели кубка… На нас просто трофей не хватило просто. В этом сезоне Москва гуляет, да, и я буду очень рад, если еще и Москва как раз-таки второе Лиге чемпионское место возьмет, потому что это будет реально сезон Москвы, да, все-таки и «Динамо», как вы обсудили, да, вышли в премьер-лигу. Вопрос по локомотиву, да, как я понимаю. Эмоции первые от чемпионства «Спартака». Я поздравляю «Спартак» вообще с победой в чемпионате. У меня много друзей «Спартаковских». Есть даже друзья, которые близко дружат с «Спартаковскими» игроками, там, с капитаном в том числе, Денисом Глушаковым, братьями Камбаровыми, да, и с «Домодедов». В общем, очень приятно, что вот команда, которая из года в год билась, да, там, через тернии, там, третье место, второе, вот, серебряные, вот эти медали. Я даже помню, как на Черкизово они серебро тогда брали «Спартак» с «Карпиным», да. Но вот здесь вот, опять же, команда освободилась от всех каких-то неприятностей, да. Команда выработала тот самый свой «Спартаковский дух», о котором так много говорили раньше. И пришли к победе за три тура. Это о чем говорит? Это говорит о том, что команда едина, и болельщик всегда при ней в любой момент. Что, в принципе, отразилось на нашем чемпионате, и он был один из самых интересных. А, кстати, вспомните, когда, какая последний раз чемпионка становилась за три тура? Вот так реально, честно говоря, я даже любитель, как говорится, статистики, и то вот я, честно говоря, вспомню. Рубин, по-моему… Я промолчу, что это можно назвать самым слабым чемпионатом за последние, скажем так, лет 10, наверное. Почему? Интрига какая была? Ну, потому что какая интрига? Ну, допустим, ну, чемпион играет… У «Спартак» вышел после какого-то десятого тура на первое место, так он и продолжал оставаться. До десятого-то интрига была. Нет, количество очков, заработанных чемпионом, слишком велико. Допустим, те очки, которые заработал ЦСКА в этом сезоне, ему хватило в прошлом году до чемпионства. А в этом году еще три тура остается, а уже больше шестнических очков чемпион набирает. Это говорит о слабости команды. Жень, я соглашусь с тобой, но только в каких-то моментах. Но хочу напомнить тебе небольшую статистику. ЦСКА за последние 16 лет, пока «Спартак» не был чемпионом, лишь единожды не завоевал медали. Единожды. И все 15 сезонов ЦСКА играл в Еврокубках. Это результат? Результат, конечно. Поэтому сложили полномочия. Молодцы. Добивайтесь Лиги чемпионского места. У нас «Спартак» давно уже ждет. Там уже Федун намерил полуфинал. Лиги чемпионов. Смотрите, такой вопрос. Мы все уже 5 лет обсуждаем слова Федуна, что заслуга тренера – это 10%. Последнее его интервью… Это крылатая фраза. Скорее всего, он забрал свои слова уже обратно. Последнее его интервью, он реально забрал свои слова, как говорится, обратно, и сказал, что тренер – это 100%. Соглашаемся с ним? Сергей, ты всегда говорил. Это 100%. Обидно то, что Карьеров в вчерашнем интервью сказал, что Оленичев так и не поздравил, не поздравил. Сначала ходили случаи, что вручать Оленичеву медали. Он обиделся, скорее всего. Но там и Федун тоже, я считаю, что он тоже ложечку дегтя бросил. Сказал, что если захочет, пускай. Отреагировал, да, холодно немножко. И Титов дал интервью, что это заслуга карьеры. Мы здесь с Оленичевым ни при чем. Кирилл, ты видел заслугу Оленичева? Заслуга Оленичева в том, что он Спартак разгрузил от балласта. Он сделал черную работу, грязную, неприятную, резал по живому с Прошевляком. Прошевлюк, Макеев. Да, это очень тяжелая и неприятная работа. В этом его заслугу. Он разгрузил. Резали все, Кирилл. Резал и Черчеса, вспомни, резал по живому. Так, что аж болельщики кричали, зачем вы убираете таких. Титова, совершенно верно. Титова, Олениченко. В этом грязная работа, в которой мало доблести, за это мало одобрения получает. Но он это сделал. В этом его заслуга. Он расчистил место, на которое пришел Каррера и набрал раздел. Насчет достойной медали, по-моему, он провел один Туле, если не ошибаюсь. Да, один Туле. Конечно же нет. Еще я думаю, что есть регламент. А подготовка? По игрокам там не меньше, по-моему, одной трети, если мне память. Я считаю, тренер, который провел один матч, о какой за той медали может идти речь? Нет, я считаю, нет. Один мой коллега, спортивный журналист, в свое время написал книгу «Как убивали Спартак». Буквально сегодня пришла весть о том, что этот автор, коллега, журналист, пишет «Как возрождался Спартак». Сейчас он позвонит. Или «Как возродился Спартак». Да. Кирилл, скажи, Спартак возрождался, возродился. Потому что многие коллеги или многие болельщики говорят, ребят, ну дайте подождать хотя бы один год, чтобы понимать, а что на следующее. Потому что Лестер в прошлом году тоже стал чемпионом Англии. Сейчас… Сейчас, сейчас. Нет, я имею в виду, борется за выживание, где Лестер, да? Уже он не борется, он уже сохранил место. Ну, сохранил, но все равно до последнего тура все это вопрос решился. Они вовремя поменяли тренера, кстати. Насколько вот сейчас Спартак готов вот эту вот планку, которую он поднял в этом чемпионате, и не только тем, что завоевал золотые медали, игрой, составом, настроем, тренерскими какими-то решениями и так далее. Большой палец. Готов это поддержать? Зажми его, Олег, везением. Везением. Везением может кончиться. А у ЦСКА никогда не было везением? Нет. В этом году. Если бы в прошлом году Везение не сыграл на стороне ЦСКА на 90-й минуте и Акинфеева, не было бы ЦСКА. Везение? Везение, это когда в штангу попадают. А когда попадает и играет хорошо вратарь, это мастерство вратаря. Молодец. Спасибо. Аплодисменты. Итак, веришь ты, что вот эта планка спартаковская и следующая все будет повториться? Федун очень здравое интервью дал, он редко большие фразы одни кидают. Такое очень большое здравое интервью, которое заставило на него даже немножко иначе взглянуть. Давно, на мой взгляд, надо было с болельщиками поговорить, это бы наладило контакт. Он говорит о том, что сейчас в России нет таких денег, чтобы кто-то закупился, допустим, «Зенит», «Рубин» или кто-то. Спартаковское усиление зависит от того, если вдруг кто-то, Китай или Англия, у которых бесконечно денег, если рынок будет взорван, то мы никого особо не купим. Звезд в «Спартаке» не будет. Я говорю об усилении, сможет ли «Спартак» удержать. Работа идет над приобретением средних, крепких игроков, которые подходили бы под концепцию «Каррера». Я полагаю, что «Каррера» продемонстрировал, что он умеет работать с игроками, видит их сильные стороны и расставляет на лучшие позиции, чтобы они там открывались. Я полагаю, если удастся приобрести тех игроков, хотя процентов на 70, которые «Каррера» хочет, то именно в следующем сезоне «Спартак» будет на уровне и будет бороться за медали. Я в этом не сомневаюсь. Игроками, которые сейчас сделали чемпионство «Спартака» — «Джики», «Кутепов», «Самедов». Нет, они, я полагаю, останутся, но безусловно нуждаются в усилении вратарской линии и нападающей. Нужен хороший забивной нападающий. А чем Андреану не нападающий, Кирилл? А чем Андреану не нападающий? Или он не тянет? На мой взгляд, нет. В дерби все-таки вроде как забыли. Одну ногу поставил. Молодец, качественно, но он не давит. Он как-то не давит. Учесть, что «Спартаку» в следующем году играть на три фронта, можно сказать. Будет же Кубок России разыгрываться, будет Лига чемпионов и будет чемпионат. И «Спартак» попадает в первую корзину и сразу в групповой турнир. Групповой турнир, да. В сентябре будет. Для Лигу, безусловно, необходимо усиление. А у нас тоже в программе усиление и это звонок нашего телезрителя. Выходим на поле. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый. Я хотел бы задать вопрос болельщику «Спартака» Кириллу. Да-да-да, слушай, задавайте. Алло. Алло, алло. Чуть громче можно? Внимательно. Да-да-да. Алло, меня зовут Владимир. Я страстный болельщик команды ЦСКА и хотел бы вопрос задать болельщику «Спартака» Кириллу. Задавайте. Кирилл, я бы хотел узнать, по вашему мнению, насколько вес золотой медали этого чемпионата тяжелее, чем вес золотой медали 16-летней давности? 2001 года. Ну, естественно. Спасибо. Ну, просто Кириллу тогда было 4 годика, когда последний раз был чемпионом. В общем, есть разница между медалью и первым? Я не очень хорошо помню именно 2001. Потому что «Спартак» их тогда так штамповал, что запомнились чемпионства 96-го года. Конечно, все его помнят. Да, безусловно, молодежь. 98-го года, по-моему, чемпионства. 2001-го так особо нет. 92-го у него с 3-го помню. 2001-го не могу сказать, что я как-то помню. Потому что реально у «Спартак» 5 чемпионов с подряд было. Шесть подряд. Шесть после «Аланьи»? Да. Сперва три, потом «Аланьи», потом еще шесть чемпионств. Итого 9. То есть это стало настолько будничным. По-моему, оно тоже даже было не на поле заслуженно. Разумеется, здесь по сложности мне тоже очень тяжело сравнивать. Как-то «Спартак» играл. По-моему, было легче. Потому что там были такие зубры. У нас ребята все в регалиях и все уверены в себе. Разумеется, это чемпионство очень дорогое. Однозначно дорогое, чем чемпионство 2001-го года. Тем более, добавлю, чемпионат стал сильнее и клубы стали сильнее. Смотри, смотри, 2001-й год, допустим, взять. Ну, до 2001-го, как Кирилл говорит, потом играл. И взять сейчас. То есть хотя бы верхняя часть. Сереж, о чем говорит, если две команды чемпионы, обладатели Кубка UEFA и Лиги Европы. Да, да, да. Получается, в 2000-м не достали, получается. Команды в Европе так и выступали. В 2005-м. В 2005-м, да. И «Зенит» в 2008-м. В 2008-м, да. Ну что ж, друзья мои, мы сейчас больше общими воспоминаниями и общими темами. А давайте еще немножко посмотрим о результатах 28-го тура, который состоялся в прошедшие выходные. И, по крайней мере, мы вспомним, кто как идет по турнирной таблице. Итак, Ростов неожиданно, на мой взгляд, разгромил Рубин 4-2. Давно Ростов не забивал столько мячей. Недавно забил Спартаку. Недавно забил Спартаку. Да. Не, ну он и там Е6 отгрузил в первом матче. Уфа Анжи, Уфа решила все свои задачи, да, она уже не покидает. Томми боролась с Териком, боролась, но Терик оказался сильнее и ему, может быть, чуть больше нужнее. Он борется за четвертое место за выход в Лигу Европы. Локомотив Оренбург. Оренбург, ну, скорее всего, уже навряд ли что-то поможет. Ну, а Локомотив сыграл и Ласьков вышел. Крылья Советов Зенит. Ну, тут без шансов, без вариантов. Спартак на выезде. Амкар забивает мяч. Второй только в этом сезоне пропускает Пермики. Урал, Краснодар 1-1. Неожиданно, на мой взгляд. Ну и ЦСКА Арсенал 3-0. Тут, в общем-то, никаких неожиданностей не было. Удивил чем-то тур. Меня, честно говоря, удивила только одна игра. Амкар-Спартак. Я думал, что после... Миллеровки. Миллеровки. Миллеровки, да. Миллеровки, да. Спартак должен приехать в Амкар и даже не выходить из самолета. Первым самолетом. Спартак выглядел хорошо. Я за тренера, наверное, очень взволновался. Я его видел, очень был несвеж. 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 Точеный. Лицо серое. Мешочки под глазами. Видно, ему непривычно такое празднование. Разгурие широкое. А победа была очень важна. На мой взгляд, исключительно важна для Спартака. Потому что, чтобы снять вопросы после невнятного матча с Томью, который Спартак провел слабо, даже не пришел на пресс-конференцию. Кстати, если смотреть по всему сезону, то Спартак все время играл слабые игры после больших матчей. В данном случае у нас был ЦСКА, потом Томь. Потом у нас с Зенитом такая же история была. После сложных матчей Спартак очень тяжело играет. Кстати говоря, Спартак, немножко статистики добавлю в твою 1-0 Томю, 1-0 Аркар. Спартак из 28 встреч, если мне память не изменяет, около 10 встреч выиграл на 1-0. И еще 5 встреч выиграл с отсчетом 2-1. То есть с разницей буквально в один мяч. Но очки набирал. Еще к статистике. Добавляю, что Ростов второй год подряд не проигрывает дома. Второй год подряд. Заканчивается сезон, он же больше не будет играть дома. Все, он последний матч сыграл. И он не проигрывает. Второй год. Ну это болельщикам, а кто тренер? В общем, подытожив про Амкар. Хороший матч выдавал Спартак. Учитывая обстоятельства, при которых он состоялся. Видно, что ребята в форме. Организм у них крепкий, печень тоже. Поддержка была хорошая. Да, и поддержка. Ну конечно, все приехали. Мы об этом говорили в начале передачи. И показали, что даже несмотря на Томю, там пошли разговоры. Пенальти, левый, не левый. Плохо сыграли. Все равно, Томи забываем. Помним, Амкар стал чемпионом. Мы же говорили, что Спартаку начнет давать. Кирилл, если не ошибаюсь. Селихов. Спартака, только своей бывшей командой. Да, да, да. Там еще кто-то играл. Вообще, там много было. Он выпустил такое. Джики, да? Джики вышел. В общем, молодой кто-то вышел у нас. Не основу, так скажем, у нас играл. Давайте посмотрим результат матча «Локомотив» Оренбург. Тоже хотелось бы об этом матче поговорить. Счет 4-0. Ну, он, наверное, отражает состояние и одной, и другой команды. По крайней мере, одно это точно. Вот. Константин. 4-0. И знаковое, на мой взгляд, событие, которое произошло в этом матче. Живая легенда. Да. Ласьков вышел на 12 минут, да, на 12 минут вышел и, по-моему, стал рекордсменом по количеству сезонных, проведенных в Премьер-лиге. На сколько он лет? 43. 43, по-моему. Нужно было ли это делать? Это нужно было делать, на мой взгляд, за данное уважение к нашему капитану, к Ласькову. И вот только с помощью Юрия Павловича Семина эта идея возродилась. И, как мне кажется, очень вовремя. После того, как «Локомотив» стал обладателем Кубка России, была возможность, и Ласьков все-таки провел. Он хотел провести свой... То есть, в большей степени это все-таки пиар-ход? Нет. Сам Дмитрий Ласьков хотел провести свой прощальный матч. Но обязательно было заявку подать. Официальный. Вот. И именно, чтобы он находился на футбольном поле. И эта идея возродилась с помощью Юрия Павловича Семина. Потому что при бывшем руководстве, к сожалению, Ласькову даже не давали возможность в заявку команды попадать. И не рассчитывать даже на рекордный матч. Вопрос у меня к тебе. У меня еще один момент. Это то, что именно Алексей Миранчук, может кто-то не заметил, как раз-таки поменял Ласькова на 13-й минуте. И, на мой взгляд, это такой серьезный шаг к тому, чтобы сохранили братьев символичные на следующий сезон. Сохранят. Вопросик такой. Ты всегда ратуешь за молодых. Я тоже вот люблю, чтобы молодые появились. Но, получается, заявляя Ласькова, она же не резиновая заявка, да? То есть, одно место Ласьков занял. Занял, возможно, молодого игрока какого-нибудь из дублей, да? Который не попал в эту заявочку на сезон. Хорошо. И играет во второй команде. Ну, какая разница? Нет. Почему? Заявили зимой. Он весь сезон заявлен. Да-да-да. Он зимой был заявлен. То есть, какой-то игрок не попал из-за того, что Ласьков сыграл 12 минут. Обогнал Симака в какой-то гонке. Ну, это было заранее продумано. Можно было просто устроить праздник. Ведь тренер, главное, и руководство «Локомотива» не против того, чтобы проводить с почестями такого игрока. И не обязательно заявку вносить, я считаю. Устроить праздник «Локомотива», проводить круг подсчет, там все дела. Поаплодировали зрители. Пришли, я не знаю, может даже бесплатный вход сделать, чтобы полный стадион был. Понимаешь? Сереж, согласись, и кубок они могли выставить. Вы меня поймите, что человек, понимаете, я за то, что молодой парень какой-то, который мог попасть в этот состав, возможно, может быть сыграть на кубок где-то. Сереж, я услышал, мне кажется, что парень, молодой, который мог бы попасть в заявку, он еще в свое время получит обязательно. А вот получится ли в свое время Ласьков, я думаю, что… А зачем? Ты мне объясни. А зачем? Ты посмотри в Англии, как люди уходят. Какая разница, как они уходят? Как они уходят? С нормальной средового матча, они берут на домашней арене, проводят… Тотти как уходит? Вот Тотти сейчас сидит, его даже не упускают на минуту, что он обижается уходить. Нет, Тотти вышел на минуту как раз-таки против Ювентуса. Ты видел, как он ушел? Даже не посмотрел на тренера. Он на спалете не стал с ним разговаривать, но… А это… А внутренняя кухня Локомотива позволит сделать так, как и обещали болельщикам. И болельщикам обещали, что живая легенда обещает на 10 минут, да. Тихонов тоже в официальном матче, Андрей Тихонов. Он тоже вышел, сыграл в официальном матче, закончил карьеру. Но Тихонов в «Спартаке» все-таки… Или ты имеешь в виду, что он не в «Спартаке»? Он вышел в «Спартаке», и будучи играющим тренером он вышел. И прощальный матч. А там у Тихонов, по-моему, в «Спартаке» была не самая светлая история. То есть его, как бы, в большей степени Тихонова, что ли, подтолкнули… Ты про «Романовскую эпоху» говоришь. Давно было. Потом, когда он уже вернулся, и прощальный матч он провел именно в «Спартаке», и именно вышел в официальном матче. Да. Я понял, «Локомотив» не поднимется уже выше определенного места. Седьмого, если что. А мы, если честно… Можно ли быть довольным тем результатом, который в этом сезоне показал «Локомотив»? Понятно, есть кубок, но есть гладкий чемпионат, который… Согласен, Олег. Мне кажется, максимально, конечно, задача не выполнена, потому что «Локомотив» – та команда, да, при том бюджете, при том подборе игроков, может претендовать на место в пятерке уж точно. Ну, возможно, из-за бронзовой медали в этом сезоне. В чем разница между «Локомотив» и «ЦСКА»? Разница в том, что… Бюджет у вас гораздо выше. Разница в том, что… Игроки, ну, тоже не последние. Ты имеешь в виду по этому сезону или вообще в совокупности? Да, да. Разница в том, что «Локомотив» провалил, конечно же, начало сезона, что не сказать о «ЦСКА» и других клубах. По ходу сезона строилась команда. И, мне кажется, переломный момент все-таки был после зимней паузы, когда команда достойно провела вот этот вот промежуток, тренировочный процесс, поняла, что их ждет в будущем, добилась, как мне кажется, минимальной задачи, стали обладателями Кубка. Ну, а результат, Олег, мне кажется, что он придет. Если и дальше команда так будет идти из матча в матч, то, я думаю, следующий сезон будет намного лучше в турнирной таблице, нежели этот сезон. Хорошо, хорошо. Как говорится, поживем и увидим. Ну, а сейчас хотелось бы вспомнить, чуть было не сказал, действующих чемпионов, а он теперь уже сменился. У нас теперь «Спартак» чемпион. Ну, «ЦСКА», «Арсенал», давайте тоже немножко вспомним. По крайней мере, двумя словами обмолвился. Обмолвимся. Итак, «ЦСКА», «Арсенал», 3-0. Ничего в этом матче не было. Ни интриги, ни каких-то там больших скоростей, не было чего-то взрывного, огня опасного. «ЦСКА» взял свои очки, забил три мяча в самой последней команде и так далее. Для чего ты поехал на этот матч? Ну, все было понятно. «ЦСКА», «Арсенал», 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 «Арсенал». «Динамо», «Локомотив». Это говорит о том, что ты редко ездишь на стадион. Ну, потому что команды играют... Понятно, я понимаю, что все команды не пересмотреть. Только когда я тебя могу пригласить, тогда ты ездишь со мной смотреть. И то иногда. А когда будет чаще ездить, ты уже настолько привыкаешь, что тебе просмотр по телевизору матча какого-то просто неинтересно. Потому что ты видишь только вот этот квадратик, который... Форточку. Да, практически. А здесь и эмоции, да, конечно. Совершенно верно. И перекличка между болельщиками... Здесь еще, наверное, какая-то совокупность есть, да? И перекличка с болельщиками «Арсенала». То есть ты с кем-то перекликивался там? Да, нет. И болельщиками «ЦСКА» была перекличка... А как же дружба «Спартака» с «Арсеналом»? Они не дружны как раз. Была как раз перекличка о том, что «Спартак» не хорошая команда. Да, конечно. Они не чемпионы. Кирилл, запомнился. Это вот эмоции. Это нельзя по телевизору передать. Приходите на стадион, получите заряд эмоций. Потому что тренер, кто у них теперь? Согласен. Выше детали. Согласен. Друзья мои, по чемпионату, по 28-му туру мы немножко обсудили. Я, конечно, понимаю, мне немножко жаль. Вот жаль реально, что интрига в чемпионате умерла. А теперь, ну, какой интерес, да, смотреть, каков будет отрыв «Спартака» от второго места. Или, например, займет «ССКА» второе место, или «Зенит» займет второе место. Или кто вылетит в первую лигу. Почему? Там внизу, да, я согласен. Интрига еще осталась. А какая там интрига осталась-то? Ну, кто не улетает. А ты же не знаешь, кто еще. Ну, кто будет «Стаковой»? Ну, а «Арсенал» тебе сказать график? «Спартак» тот же. «Краснодар». «Краснодар», ну да. «Шансов» мало. Ну, там в Еврокубках вот «Ростов» подтягивается. Вот «Ростов»? Да. Мне сейчас за «Ростовом» интересно смотреть. Ну, мы сейчас посмотрим еще турнирную таблицу. Там, получается, сразу три клуба. За эти два тура решат «Краснодар», «Терек» и «Ростов». Да, я за «Ростов». Потому что, кстати, например, «Ростово», в начале передачи мы затронули разговор про Еврокубки. Например, «Ростово» как раз наиболее явно видно, что после того, как команда закончила европейскую кампанию, как она начала подтягиваться, как она начала играть лучше, лучше, лучше и в чемпионате. Соглашусь. Ну что ж, давайте посмотрим. А я хочу напомнить нашим телезрителям, что будет спаренные два тура. То есть, матч будет в среду сыгран. Все матчи в среду и в субботу и воскресенье. И воскресенье, 21 мая, также будут сыграны. То есть, получается, 21 мая мы заканчиваем чемпионат России, в котором в очередной раз, не устану повторять, «Спартак» стал чемпионом. Давайте посмотрим 29-й тур и посмотрим, кому с кем предстоит сыграть. Итак, «Спартак», «Терек». «Терек», надо набирать очки. «Спартаку» больше ничего не надо, но москвичи, как говорится, играют на своей поляне. «Зенит», «Краснодар». Вот тут, хоть и «Зенит» играет дома, но «Краснодару» эти очки тоже нужны. «Зениту» они просто необходимы, чтобы попасть в лигу чемпионов. Ну и «ЦСКА» играет с «Рубином», не самой последней командой, играет, но на выезде. «Рубина» все-таки главный провал и зачарование этого чемпионата. Соглашусь. Соглашусь. Вот смотрите, 29-й тур будет во многом определяющий. Соглашусь. Соглашусь. Как говорится, в печку немного дровишек. «Урал-Локомотив» тоже интересная игра, особенно после Кубка. А за что «Урал-Локомотив»? Ну вот, то, что произошло на 90-й минуте. У нас есть телефонный звонок нашего телезрителя. Давайте пообщаемся. Добрый вечер. Да, вечер добрый. Ильдар вас беспокоит. Олег, вот этот вопрос, который ты и Евгений адресовал, позволь мне ответить, почему он поехал на стадион. Он правильно сделал, что поехал на стадион. Это сейчас мне напоминает, знаете, когда вот «Спартак» он сейчас непонятно кое-как стал чемпионом по году. Он до сих пор бесуется на самом деле. Это знаете, как сейчас все вот эти «Глори Хантеры» вернулись, которые вот мы там болеем за «Спартак» и все прочее. А то, что ходить там на «Краснодар», на «Зенит», как говорится, и любой дурак сможет. А мы должны поддерживать нашу команду. Всегда и с кем бы он не играл бы. Будь он в первой лиге, вот динамиком я хочу сказать, вообще красавцы, ребята. Я ходил, на факел ходил. В первые три тысячи человек ходят на футбол. Это настоящие, настоящие болельщики «Динамо». А вот которые придут остальные, вот эти все на следующий год, вот этих вообще можно, я не знаю, чуть ли не гнать на самом деле. Вот такой ответ будет. И то, что ходить там на этих всяких вот там, ну, на топ-команды, я считаю, это не совсем, не надо так относиться. Вот такой ответ. Всего доброго. Спасибо. Спасибо большое. Естественно, естественно, я присоединяюсь к главам Евгении, который сказал, приходите на стадион. К тому же, наверное, приятно. Жень, ты же читал ветку армейскую, я как-то зашел на нее, не знаю, случайно или нет, да, где говорят, ребята, вы организуйте питание, чтобы было, да, потому что в перерыве выйдешь для того, чтобы чайку в кофейку попить, отстоять, так это, человек 80 надо змейкой. Организовать досуг, досуг. И плюс, естественно, сделать, ну, по крайней мере, фанаты, там, болельщики просят, чуть-чуть подешевле билеты. На ЦСКА все-таки дороговатые билеты. Хорошо, а почему дороговатые билеты? Бери абонемент. И все, и все решается этим. Бери абонемент. Все, Евгений, пора делать и коммерческим агентом ЦСКА. Цена абонемента, не скрою, я завтра поеду за ним опять, 19 тысяч 100 рублей на следующий сезон. Грубо говоря, если три топ матча у нас берется по 3,5 тысяч рублей, грубо говоря, за билет, то это, грубо говоря, отбивается практически все. А на топ матч абонемент действует? Ну, 15 матча, ну, а? На абонемент, абонемент действует на топ матч. Ну, европейский не входит. Билет 1200. Да меньше. Ну, меньше даже. Смотри, тысяча рублей. Ну, ну как, тысяча рублей это 15 тысяч. Хорошо, тысяча рублей. За воротами сколько стоит? Это еще дешевле. Я вам сказал про центральную трибуну. Ребята, 19 стоит центральная трибуна. Если вы возьмете, поскольку мы являемся частным клубом, мы возьмем, допустим, болельщиков Спартакова, у них центральная трибуна стоит 35 тысяч рублей. Вот это деньги. А вы говорите о ЦСКА, который 19 тысяч центральная трибуна. А за воротами там где-то 5 тысяч стоит, по-моему. А абонемент 5 тысяч на год стоит. Пожалуйста, бери. А сам билет сколько стоит? Они по-разному. Там делится сейчас на категории все. А, да. Там 1, 2, 3, 4, 5, да. Включают вот со Спартакова. Там очень выгодное предложение. Тема интересная. Потому что тема интересная. Все зависит еще не от того, не от питания даже, Жень. А зависит от игры команды. Потому что как только команда начинает подниматься, взять тот же Зенит. Я помню, сколько ходило болельщиков на него до того, как он стал хорошо играть, как стал чемпионом даже в 1984 году. Тот же Локомотив там было. Стыдно смотреть, сколько приходило. И поэтому, действительно, я посмотрел последний матч. Проводы Ласькова. 10 тысяч пришло, согласно газете. Динамо, значит, сыграло. Последний матч на родном стадионе 7 с половиной пришло. То есть, в принципе... Ну, для первой линии это вообще замечательно. Ты знаешь, сколько пришло? Я посмотрел. Спартак, Орджоникидзе. О, не Спартак сейчас он это. Ну, Спартак, да, Орджоникидзе. Играет. Не Орджоникидзе. Госпал. Вру, вру, вру. Спартак, Нальчик. Нальчик, да. Пришло 800 человек пришло. Команда борется за выживание. Могли поддержать эти 800 человек. И зачем, в принципе, этот клуб нужен тогда даже в ФНЛ, я считаю? Ну, зачем? Болельщик не ходит. Ну, соглашусь, соглашусь. Есть желание ходить с ребенком. У меня парень тоже болеет за Спартак. Есть желание приехать и припарковаться. И уехать на машину. Парковок нет. Стоять в метро. Сейчас посещаем все нормально. Нарисовано выход со стадиона занимает час. Я с ребенком не хочу столько времени на это тратить. Кирилл, ты мне объясни. Я зашел на сайт на Спартаковский, посмотрел схему стадиона. Там нарисованы такие парковки вокруг. Там нет парковок. Почему нет? Их нет. А на схеме есть? Это вранье. Если ты хочешь припарковаться, ты должен покупать билет бронз, он стоит 3,5 тысяч. Я готов заплатить, но их никогда нет. На каждый матч? Да. С парковкой. ЦСКА парковка стоит 15 тысяч на весь сезон. Отдельно от абонемента. От абонемента, да. Ты покупаешь, причем стоит где-то 33 тысяч стоит он. Но ты прям заезжаешь. Ну, практически в трех метрах от трибуны. Мы приезжали, заезжали, у меня есть такой подъезд. Это абонемент позволяет парковочное место? Парковочное место позволяет. Покупаешь отдельно. И мы буквально зашли без толкучки, без всего, без проблем. Мы добрались, буквально из машины вышли и через минуту, наверное, мы прошли все кордоны, которые там были и оказались на трибуне. Согласен. Действительно, тема болельщиков еще будем обсуждать в следующих программах. Поэтому, ну а как, мы сами, мы сами все болельщики любим спорт, который мы уже на протяжении более десяти лет обсуждаем в эфире телеканала «Видное ТВ». Ну и сейчас давайте посмотрим турнирную таблицу. В ней изменений не так много по сравнению с предыдущими турами. «Спартак» 66 очков и еще может набрать 6 очков. То есть, такого результата не добивалась, ну я не помню, ни одна команда, по крайней мере, в современном русском футболе. Ну, два мы повторим, что это рекорд. Ну, я имею в виду. Да, «ЦСКА» 56, «Зенит» 55. Вот эти две команды будут определять, кто будет играть в Лиге чемпионов. Еще один такой конгломерат у нас теперь тройной. «Краснодар», «Терек», «Ростов». Эти команды будут определять, кому достанется единственная путевка в Лигу Европы. «Уфа», «Локомотив», эти команды только будут определять, кто займет 7-8 место между собой. Что без разницы. Да, Кирилл говорил, «Рубин» это провал чемпионата. «Амкар», «Урал», «Анжи» обеспечили себе то, что они остаются в премьер-лиге. Хотя, нет, «Анжи» еще, по-моему, не обеспечивают. Одно очко им надо. А вот «Аренбург», «Крылья», «Арсенал» и «Том», понятно, уже вылетают. Ну, а «Аренбург», «Крылья» и «Арсенал» между собой разыграют, кто улетит напрямую, а кто все-таки... А стыковые-то какие будут у них? Будут стыковые, да. «Енисей» уже вышел стыковый. В пример лигу вошли «Динамо» и «Тосно», я быстренько так скажу. Стыковые вышел «Енисей» и «Тихоновский» и претендуют два клуба на вторую путевочку. Стыковые – это «СКА» и «Хабаровск» и команда «Томбов». «Спартак» и «Томбов». О, будут веселые выезда. «Ноярск», «Хабаровск». Не позавидуешь. Возможности есть практически, что какая-то сибирская команда может и попадет в «Томберлигу». Либо «Енисей», либо «СКА» и «Хабаровск». Будем надеяться. Друзья мои, остается буквально одна минута. Хотелось бы подвести такой небольшой промежуточный итог к тому, что мы сегодня сказали. Все заслужено. «Спартак» стал чемпионом. Заслужено. Тут вопросов нет. Я думаю, что ни телезрители, ни участники программы, наверное, навряд ли кинут камень в мой огород по поводу того, что я говорю несправедливо, скажем так, в сторону «Спартака». Хотелось бы узнать, друзья мои, этот футбольный сезон чем заканчивается? Лига чемпионов, просто хотелось о ней вспомнить. Лига Европы интереснее. Лига Европы. Финал, Сергей. Лига чемпионов. Две команды у нас получаются. «Реал» и «Ювентус». За кого будешь болеть? Я за «Реал», конечно, буду болеть. За «Реал». Кирилл, за кого будешь болеть? Я за «Буфона». За «Ювентус». Евгений, есть предпочтение? Естественно, есть. Я в Италии сопереживаю команде «Ювентус». Константин. А я поддержу Сергея, в том числе «Реал». Я надеюсь, «Зидан» защитит титул. Впервые будет в истории одна команда защитит титул. Вот смотрите, у нас какая история. Получилось, что два за «Реал», два за «Ювентус». Я остаюсь, что называется… А ты за «Лигу Европы». За «Манчестер». Я скажу честно. Вот я, глядя в глаза всем нашим телезрителям, скажу честно. Я буду переживать за «Ювентус». Вот, ну наконец-то. 3-2. Да. Лига «Европа». Лига «Европа». Там молодой «Якс» очень интересный. За «Якс», наверное, буду болеть. А «Якс» молодежная. Интересная команда. За «Якс», конечно. Да. Ну что ж, друзья мои, спасибо за то, что все это время были вместе с нами. Огромное спасибо болельщикам, экспертам, которые сегодня эти 45 минут провели вместе с вами. Встречаемся, как всегда, в начале следующей недели. Всего доброго и болеем за своих. До свидания. Спасибо за просмотр! Продолжение следует...